Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь в эфире передача «Просто о вере» и я и ведущий священник Сергий Рыбаков. У меня для вас благая весть «Христос воскрес!» Всех вас поздравляю с наступившим праздником Пасхи. Отгремели все пасхальные звоны вчера, была торжественная праздничная ночная служба. И вся эта неделя, которая сейчас длится, и в контексте которой мы находимся, это не разные дни. Сегодня не понедельник, отнюдь, а завтра будет не вторник, послезавтра не среда. Это все будет один длинный воскресный день. Именно поэтому, если вы придете сейчас в храм, завтра придете, послезавтра придете, вы будете видеть точно то же самое пасхальное богослужение. Не будет поста ни домашнего, ни внутри храмового, не будет меняться ход богослужения. Это все будет одно большое пасхальное богослужение, в контексте которого мы находимся не один день, а целых семь. День, который растягивается на семь дней. Вот так христиане причудливо играют со временем и пространством, могут себе позволить. Ну, а мы продолжаем говорить о Христе. И, естественно, в контексте праздника Пасхи мы будем говорить о Христе как победители смерти. Ведь самое главное, что таится в тропаре Пасхи, что Христос воскрес смертью, смерть поправ. Собственно, почему именно это главное в нашей вере? Почему именно на этом зиждется христианство? Мы поговорим с философом Юрием Смирновым. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте. Христос воскресе. Воистину воскресе. Ну вот, моя преамбула, она уже, собственно говоря, все и сказала, задала тон нашей сегодняшней встречи. Мы сегодня поговорим с вами о Христе, о царе-победителе, только о том царе-победителе, который неземной царь, и его триумфальное шествие теперь по миру идет в несколько ином виде, чем шествовали императоры Рима или какой-либо другой цивилизации, какой-либо другой империи. Мы поговорим о нем как о победителе смерти, потому что победить этого врага, конечно, не удавалось никому, и, собственно, ради этого-то Христос в мир и пришел. Давайте оттолкнемся от фразы апостола Павла, которую мы тоже с вами до эфира обсудили. Фраза апостола Павла, что «Дорогие, если Христос не воскрес, то и вера ваша тщетна, и вы еще в грехах». Красивая фраза подчеркивает значимость события воскресения, но, мне кажется, требует очень глубокого в нее погружения. Во-первых, почему вера тщетна, если Христос не воскрес? Если Христос не воскрес как факт, как событие, или если я не принимаю, не верю в этот факт, и почему мы все еще в грехах, если Христос не воскрес? Вот давайте обо всем об этом мы и поговорим. Ну, давайте начнем с простого. Что такое тщетна? Вот вера ваша тщетна? Тщетна — это напрасно. Да, вот напрасно. Ну, вопрос, когда мы верим в Христа, когда мы верим в Христа, как говорил апостол Павел, вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Вера, она связана с ожиданием чего-то. Поэтому, когда Павел говорит о тщетной вере, это значит ожидания, все ваши ожидания будут напрасны. На что вы надеялись тогда? Что вы ждали? Это не совершится, это не произойдет. Вот знаете, я почему этот вопрос решил тоже задать? Потому что вот, когда совершается таинство крещения, священник крещаемому или его восприемником, если это крестится маленький ребенок, задает вопрос, веруешь ли ты ему, как царю и Богу? То есть вера — это не просто признание или даже какие-то ожидания, чаяния и так далее, а вера — это некое вверение себя. То есть это не родительный падеж, а это дательный падеж, отдавательный падеж. Мы должны себя отдать. И это, собственно говоря, является актом веры. И вот в этом смысле вера напрасна. Что означает? Когда мы говорим вообще о вере, о вере, мы говорим, я так понимаю, что мы говорим не о признании какого-то факта или непризнании как такового. Мы говорим о видении этой реальности, которую мы признаем как факт, о ее познании этой реальности и о соединении с этой реальностью. Вера в евангельском смысле — это не просто «да, я закон Божий проходил, я знаю, что Христос воскрес». Вера — это значит, что факт воскресения Христа для меня настолько реален, что я не могу с этим не соотносить свою жизнь. Вера — это когда я своим внутренним зрением это ясно вижу, как реальность совершившуюся. Поэтому, если, например, когда я живу и своими физическими глазами я нечто вижу, я иду, что-то вижу, и мои действия соотносятся. Я увидел знакомого, я здороваюсь. Увидел лужу, обхожу. Обхожу, пришел домой, вижу вкусно накрытый стол супруга, я сажусь есть эту еду и так далее. То есть моя жизнь соотносится с реальностью того, что я вижу. Так вот, вера — это когда реальность Христа, Его смерти, Его вычеловечения, Его смерти и Его славного победного воскресения, которое мы празднуем, становится для меня настолько реальным, что моя жизнь не может оставаться прежним, как бы этого факта не было. Поэтому одно дело человек знает, ну да, я знаю, что христианство учит о том, что Христос воскрес. А с другой стороны, Христос же воскрес. Тогда это все меняет. А что меняет-то? Дело в том, что люди вообще-то испокон веков, испокон веков, изначально, они собирались решить вопрос смерти. За всей культурой, которую мы видим, историей, которую мы видим культуры, и вообще даже за психологией отдельного человека, все, вот по большому счету, если мы дойдем до последней правды о себе, мы все, что мы делаем изо дня в день, даже если не отдаем себе отчет в этом, мы пытаемся решить вопрос со смертью. Обратимся к сюжету из той библейской истории о грехопадении. Бог сказал, что если вы вкусите запретный плод, смертью умрете. И они вкусили, и вроде бы не умерли сразу, но все их действия, которые начали с ними происходить, все, что они стали делать, они начали бороться со собственной смертью. О чем я хочу сказать? Например, тут же Адам и Ева спрятались от Бога в кустах. Они встали в защитную позицию, потому что вдруг их существование превратилось я позволю себе как философ это сказать сейчас. Оно превратилось с падением в бездну небытия. И им нужно было срочно свой статус существующих как-то за что-то хватило. Закрепиться. Закрепиться. Они начали защищаться. Защищаться от Бога, защищаться друг от друга. Адам сразу стал оправдывать себя и обвинять в произошедшем Еву. Она аналогичное делала. И так далее. Это даже не просто борьба за выживание. В том плане, что мы стараемся выживаем, нам нужно поесть. Вы понимаете, это некое выживание на каком-то глубинном, фундаментальном уровне нашего существования. Такое ощущение, как будто существование человека с того момента больше ничем не подтверждено. Как, например, рубль должен быть подтвержден золотым запасом. Или не подтвержден, я не знаю. Но вот так же человек себя чувствует. наше существование как будто перестало быть чем-то подтвержденным. И нам нужно это подтверждать. И человек это подтверждает в трех направлениях. Как сказал апостол Иоанн, похотью плоти, похоть очей и житейской гордостью. Он пытается самоутвердиться через власть, насилие над другими. человек пытается через какие-то удовольствия. Или человек пытается через сребролюбие пытается приобрести все больше и больше. Но по большому счету все это нужно только умирающему. Чтобы хоть как-то подтвердить, что я есть. Меня не может не быть, потому что вот у меня сколько богатств я зарабатываю. Если я мало зарабатываю, я как бы меньше есть, чем олигарх, который много зарабатывает. Он как бы более его существование более весомое, что ли. И мое должно быть каким-то весомым. Или человек за счет похвалы других через тщеславие, когда меня хвалят, я как бы значимый, я как бы вроде есть что-то важное, приобретаю вес, но это как бы. Поэтому я использую это слово. Вот эта смерть, она вошла. И прежде чем даже Адам и Ева умерли физически, в общем-то эта смерть давала о себе знать. И знаете, ну конечно знаете, когда археологи раскапывают неандертальцев, они находят существовавшие и уже у неандертальца похоронный обряд. Этим древним людям нужно было не просто труп, у него нету практической ценности, его нужно было похоронить. И в этом похоронном обряде расшифровывая, да, не имеем письменности, но расшифровывая его, мы находим, почему были цветы на груди усопшего, почему была посуда, которая мертвому уже не нужна. Это были бессильные попытки что-то предъявить смерти. Никто всерьез, конечно, к этому не относился, но человек делал, ничего не мог сделать против смерти, но он сделал, что мог. Он положил цветы, которые символизировали воскресение после зимы смерти, да, пробуждение, он, эту посуду, которая не понадобилась, оружие, труда, которые нужны были в жизни, он, человек просто в бессилии выражал свою надежду, ну, должен быть какой-то выход, и он, и человек ожидал этот выход с небес. И все религии, все культуры были попытки ставить вопрос о смерти и ожидании. И что такое воскресение Христа? Ожидания человечества, они исполнились в лице одного пока человека, Бога, ставшего человеком, но человека, поэтому смерть побеждена. И вот тут вопрос, обыватель вам задает, да как же она побеждена? Ведь мы же продолжаем умирать. Мы же, да, мы не неандертальцы, да, мы уже там посуду в могилку не кладем, но в целом-то вот весь тот набор культурных практик, которые мы делаем, это же все то же самое, о чем вы сейчас и сказали. Мы пытаемся обессмертить себя, мы пытаемся записать себя в книгу жизни этого мира, мы пытаемся каким-то образом преодолеть собственную конечность, а если мы это все делаем, то как событие, лежащее в сердцевине новой европейской культуры воскресения Христова, да, мы все хотим мы того или не хотим, даже время отчитываем от Рождества Христова, но вот если это событие лежит в сердцевине, то почему оно, условно говоря, не перепахало наше сознание? Ну, во-первых, скажем, что если раньше все эти погребальные обряды и все остальное, что можно отнести к попыткам сопротивляться смерти, не было обеспечено реальностью фактической, никто не воскрес, то теперь это обеспечено. Во-первых, давайте начнем с того, что Христос, Он все-таки воскрес. И в этом и заключается вера. Это первое. Второе, оказывается, мы узнаем, что вера наша касается воскресения, будущей, вечной жизни. Вот. А не обуст... То есть проблема смерти и победы над смертью теперь обеспечивается неземными методами, которые были бессильны, побольше власти приобрести и почувствовать себя весомей, побольше удовольствий, чтобы отвлечься от то, что... от того факта, что все исчезнет, и почувствовать как бы жизнь более сочной и яркой и так далее. Но теперь это обеспечено фактом. Теперь нам не нужны эти суррогаты. Вот. Поэтому любая наша выраженная каким-либо образом сознательная надежда на вечную жизнь, в том числе и в каких-то погребальных обрядах, она обеспечена произошедшим фактом. Победа над смертью в лице Иисуса Христа. Это первое. Второе. Когда вы сказали, батюшка, что это не перепахало наше сознание, знаете, перепахало. просто оно не распространяется на людей автоматически. А разве пример жизни святых это не пример, что воскресение Христа, оно стало для них реальным фактом, реальным событием, минуточку, их жизни, сделав их иными людьми, которые жили в этом мире. И, собственно, эта задача стоит перед каждым. Причем для многих жизни даже на телесном уровне качественной. иной иной мы знаем тему поклонения, почитания, почитания мощей. Конечно. Вот, то есть, когда человек настолько пронзен святостью, что это влияет даже на тление, вполне себе тление здесь на земле, не сливает его тело. Да, и поэтому это перепахало и очень сильно перепахало. но мы уже говорили об этом, когда Господь сказал, что я называю вас друзьями, а вы друзья мои, если следуете этим же путем, потому что он называет нас друзьями авансом, он предлагает нам возможность в это войти, в эти отношения и обрести то, что собственно он совершил это, ведь вечную жизнь он имел всегда и сам по себе, он ведь как для нас, как человек это сделал, чтобы теперь передать это нам, эту свою победу над смертью передать нам, и ведь для чего мы крестимся? Чтобы облечься в Христа. Когда мы облекаемся в Христа, зачем мы облекаемся в Христа? А чтобы его судьба стала нашей, чтобы его жизнь стала нашей жизнью, чтобы его крест стал фактом нашей биографии, вот скажу так, что не просто для меня Христос умер, я вместе с Ним умер на кресте, и я должен это практиковать, и не просто Христос воскрес, а и я вместе с Ним воскрес. Какое практическое разрешение это получает, чтобы это не было абстрактными словами, красивыми, но абстрактными? практическое разрешение это получает в том, что веруя в эти факты и через таинство соучаствуя в этих событиях его смерти и воскресения, то есть получая благодать его смерти и креста, его воскресения, я могу теперь, могу теперь практиковать иную жизнь, я могу теперь научиться, пусть не сразу, но как ребенок учится ходить не сразу, но он уже имеет возможность ходить, и в нем уже есть эта способность, но научиться ходить, что именно? Следовать за Христом, то есть омывать ноги, служить, творить во имя его дела любви, вот. и мне больше не надо, скажем так, получается, мне больше как человеку тогда не нужно решать вопрос со смертью суррогатами, то есть мне не нужны мирские удовольствия, вот эта вот ненасытимая жажда удовольствий. Но они нужны, просто они мало что определяют. в плане хлеба и зрелищ, в этом смысле. Мне не нужно быть, чтобы себя уважать, и просто как бы иметь подтверждение своего существования, мне не нужно похвала людей, власть или деньги, то есть они становятся мне принципиально не важны, есть это или нет, потому что моя вечная жизнь, победа над смертью подтверждена иным. Вот, фактом смерти Христа и его воскресения, которые становятся, в которые он меня берет через веру, покаяние, веру и участие в таинствах церкви. Вот, и выходя из церкви, церковь это и есть царство Божье. И выходя из церкви, я дальше несу это царство Божье. Вот, батюшка, ведь и это святыня в лице каждого христианина дальше наполняет мир. Но, конечно, конечно, это не происходит автоматически, здесь соучастие человека с Богом, здесь наша свобода, а нужно ли это тебе или это тебе не нужно? Вот, нужно ли тебе это воскресение Христа? Поэтому вопрос не в том, не только в том, что а воскресли Христос? Вера, а это означает, что это воскресение Христа, это есть то, что я ждал, это то, что мне нужно, это последняя правда обо мне самом так же. Вот послушает какой-нибудь, не знаю, опять же обыватель, я часто выступаю здесь в роли обывателя, хотя, конечно, все, что вы говорите, я разделяю и абсолютно с этим соглашаюсь, но для того, чтобы передача была провокативной и провоцировала в первую очередь на размышления, вот послушает обыватель и скажет, ну хорошо, и что же мне вот теперь делать? Для меня Пасха это куличи, Пасха это покраска яиц, Пасха это встреча с родными и близкими, ну сложно мне, вот все, что вы говорите, все очень сложно, ну непонятно мне, я не могу сказать, что вот это событие я вижу как лужу, которую надо обойти, или как друга, с которым надо поздороваться, или ужин, приготовленный любимой супругой. Что делать? Чем мне, батюшка, нравится ваша передача? С тем, что с ее названием просто о вере вы поднимаете очень сложные и глубокие вопросы. Но в этом есть своя правда. Вот когда вы сказали, вот послушает вас обыватель, а вы знаете, батюшка, а я вот верю в обывателя. Вот, батюшка, возвращаясь к вашим словам в прошлом эфире, а я вот вижу в каждом обывателе вот ту уникальную личность и последнюю глубину. Может быть, обыватель не сможет это сформулировать как философ или теолог, но он что-то поймет и поймет, что вот что-то в том направлении мне надо идти. И он пойдет в храм. И он, может быть, не просто осветит кулич, а может быть, он в этом храме на этой пасхальной службе будет находиться с каким-то немножко с иным отношением. Радикально ничего, может быть, и не произойдет сразу. Но вот понять, что Христос, на самом деле, знаете, почему нам сейчас сложно об этом говорить? Потому что мы жертва, все мы и плоды очень длительной эпохи рационализма. Когда таинство, понятие таинства, оно вытеснялось. Оно было для людей, понятие таинства для людей было очень органичным до определенного времени. Вот все это восстание против Бога и против Церкви, которое, на самом деле, с моей точки времени, продолжается и имеет очень большое число сторонников, которое прошло и в культуре, и в искусстве, и в философии, и в науке, оно отрихтовало наше сознание. И мы стали маленечко убогими. Мы стали немножко, наш мир, наш взгляд немножко сузился. А на самом деле, для верующего человека, вот это и есть вера, она возвращает нас к широкому сознанию. Для верующего человека, если это произошло со Христом, я же в крещении облегся в Него, значит, это произошло и со мной. Значит, я умер для прежней жизни, для греховной жизни, я умер для этого мира со Христом и с Ним. И это прекрасно. Я восстал вместе с Ним для того, чтобы теперь жить для Бога. И, как говорит апостол Павел, чтобы вы ходили в обновленной жизни. И поэтому я теперь... Поясним для наших телезрителей, умереть для этого мира, это не значит принять монашество и обреться Умереть для грехов, чтобы было проще. И это значит, я могу теперь простить врага, как Христос на кресте, обидчика. Я могу теперь не только его простить, а сделать ему добро. я могу теперь посмотреть вокруг и найти человека, кому я могу послужить и помочь. Вот. И, собственно, быть слугой и омывать ноги, как Христос. Вот я могу все это теперь. И что, в этом счастье спросит обыватель, в которого вы верите? Конечно, конечно. Дело в том, что, знаете, душа человека, которая христианка, она боится этого. Потому что мы говорили с вами в прошлый раз, что любовь, она делает нас беззащитными. Но, с другой стороны, она что-то говорит каждому человеку, что есть вот эта иная жизнь, вот. И в этой иной жизни, в этой, вот в этом образе жизни христианском «Господь меня хранит» все равно. И это очень светлое, свободное и радостное, блаженное существование. Когда Господь говорит, дает нам заповеди блаженства, Он, по сути дела, рассказывает о себе и приглашает нас, как своих друзей, в эту же блаженную жизнь. Да, это радость. Это такая радость, которую Он говорит, что в мире, в мире мы не можем найти. Но это правда, да. И опыт многих христиан, в общем-то, это подтверждает. Отличная беседа, на мой взгляд, сегодня вышла, удалась. Времени совсем чуть-чуть остается. Я лишь подытожу, отрезюмирую, так сказать, вот даже не только наш сегодняшний разговор, но и вообще в целом наш цикл встреч. Потому что ведь удивительно правильное дело. Богослужение с нами иногда правильно разговаривает, нам правильные смыслы подсказывают. И вот буквально воскресный день, ночью мы пели, что я спогребался тебе, Христе, совостою днесь, совостою сегодня. И это действительно, мне кажется, речь идет не о том, что мы теперь не умираем, а речь идет о том, что преодолен ужас, экзистенциальный страх собственной конечности, что да, безусловно, это событие перехода с земли на небо будет тяжелым и трудным, легким оно не было никогда и быть не может, потому что проходит через горнила страданий, но я могу, а значит, у меня есть выбор, не ужасаться и не трепетать перед этим фактом, и не делать так, чтобы этот факт определял все в моей жизни, пусть определяет нечто более глубокое, высокое и идеальное. Спасибо огромное. С вами, дорогие друзья, мы прощаемся, до скорых встреч, Христос воскресе! Воистину воскресе! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова